За что мне не нравится оборудование газ? Извиняюсь за качество съемки, конечно, дороги трясутся. Ну вот, мы сейчас едем на газу. То есть, хоп, мы едем уже на бензине. То есть смотреть надо в панель. Но на панели мы не постоянно смотрим. Вот сейчас поглядели, а мы на газу, все вроде бы нормально. Но сколько процентов можно проехать так, переключаясь, пока бензин не закончится, неизвестно. И почему нельзя вот взять, именно сделать сигнализацию, так же, как бак пищит, когда заканчивается, либо что-нибудь подобное. Хотя вот этот вот значок бака начинает гореть со 170 километров и до 400, до 400 с чем-то километров. Он постоянно пищит при каждой заводке, потому что мало именно топлива, газа. То есть калибровка с завода, видно, калибровку вообще не делают, потому что оборудование поставили, газ не залили, потому что машина полностью без газа у меня шла, пустая. И вот приходится таким способом играться. То есть смотреть, то ли ты на бензине, то ли ты на газу. Вот игры, конечно, это хорошо, с одной стороны, но если не где-нибудь на трассе это все произойдет, когда у тебя бензин закончится, а газа как такового нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!